Прежде всего, благодарю вас за приглашение выступить на этой конференции. Мне очень приятно видеть всех присутствующих в зале. И хочу сказать, что АСКО-2024 был очень бедным на новости в области лечения опухолей и мочеполовой системы. Но отсутствие глобальных новостей, как известно, позволяет насладиться деталями. Для тех, кто подзабыл эту историю, напомню, что скульптур Клот, украсив Шайничков мост прекрасными юношами, укрощающими жеребцов, на месте наружных половых органов одного из коней, изваял лицо любовника своей жены. И, пожалуй, это всё, что я могу сегодня сказать о наружных половых органах в рамках темы своего доклада. И я перехожу к раку предстательной железы. Интенсификация гормонотерапии у кандидатов для спасительного дистанционного облучения при ПСА-рецидиве рака простата группа высокого риска после радикальной простатоктомии изучалась в рандомизированном исследовании второй фазер-ток. Напомню, что ранее были доложены результаты относительно недавнего исследования, которое продемонстрировало, что 6-месячная андроген-депривационная терапия у кандидатов для спасительного облучения значимо увеличивает выживаемость без ПСА-рецидива. Однако введение в схему лечения энзолутамида при медиане наблюдения 16 месяцев не увеличивало времени до ПСА-прогрессирования, по которому подразумевалось повышение уровня маркера до 0,05 нанограмм на миллилитр. Исследование Эмбарк, доложенное в прошлом году, сравнивало монотерапию энзолутамидом с максимальной андрогенной блокадой второго поколения с включением энзолутамида и андрогенную депривацию у больных с ПСА-рецидивами рака простаты группа высокого риска после радикального лечения. Под высоким риском в этом исследовании подразумевалось время удвоения ПСА 9 месяцев и менее, повышение ПСА на 2 нанограмма на миллилитр от надиры после дистанционной лучевой терапии, на 1 нанограмм на миллилитр после радикальной простаты к томии. Исследование показало, что энзолутамид в монорежиме и в комбинации с АДТ значимо увеличивает безметастатическую выживаемость по сравнению с андрогенной депривацией. Постхок-анализ исследования Эмбарк подтвердил, что энзолутамид не ухудшает качество жизни, связанное со здоровьем, а монотерапия энзолутамидом ожидаемо улучшает показатели сексуальной активности по сравнению с андрогенной депривацией. МАП второго поколения с включением энзолутамида не ухудшала показатели сексуальной активности по сравнению с АДТ. Исследование АРАСЕНС при метастатическом гормоночувствительном раке предстательной железы, о котором уже говорил Эдгар Рудикович, показало, что тройная комбинация с включением АДТ, дерлутамида и доцитоксела увеличивает показатели общей радиологической безпрогрессивной выживаемости по сравнению со стандартом АДТ с доцитокселом у больных с большой метастатической нагрузкой, деново-диагностированными метастазами рака предстательной железы. Постхок-анализ, доложенный на АСКО-2024, продемонстрировал, что триплет увеличивает время дегустрационной резистентности и общей выживаемости независимо от последующей терапии. На мой взгляд, это очень важный анализ, который доказывает, что интенсификация терапии на первом этапе лечения не ограничивает возможности последующего лечения. И мы переходим к неметастатическому кастрат-резистентному раку простаты. Исследование АРАМИС, которое продемонстрировало, что андрогенная депривация с дерлутамидом превосходит андрогенную депривацию с плацебо в отношении безметастатической и общей выживаемости при ПСА-рецидиве рака простаты группы высокого риска во время удвоения ПСА 10 месяцев и менее снижает частоту ПСА и радиологического прогрессирования. И очередное исследование подтверждает нам, что надир ПСА, достигнутый в процессе гормонотерапии, имеет прогностическое значение. В группе дерлутамида ПСА меньше 0,2 нг на мл оказался ассоциирован со снижением риска радиологического прогрессирования. Негативное рандомизированное исследование третьей фазы ЦИКЛОН-2 опровергло гипотезу о том, что сочетанная блокада CDK-4,6 и андрогенного сигнала может позволить увеличить радиологическую беспрогрессивную выживаемость при метастатическом кастрат-резистентном раке предстательной железы. Жаль. Еще одна новая методика терапии, радиолегантная терапия, изучалась в исследовании ПСМА-4. Напомню, что это исследование, которое изучало эффективность и безопасность 177-го лютеция при метастатическом кастрат-резистентном раке простаты у больных после ингибиторов андрогенного сигнала, которые не получали токсаны. Ранее были репортированы результаты по первичной конечной точке, которой была достигнута. Радиологическая беспрогрессивная выживаемость была выше в группе радиолегантной терапии. Но третий промежуточный анализ по ключевой вторичной конечной точке общей выживаемости вновь оказывается негативным. Исследователи связывают отсутствие различий общей выживаемости с тем, что около 60% пациентов из группы ингибитора андрогенного сигнала, группы контроля, перешли на терапию лютецием. Но меня смущает то, что кривые общей выживаемости и не пытались расходиться, в том числе до кроссовера. Помимо этого были доложены результаты по преимуществам лютеция в отношении качества жизни и интенсивности боли. Очень важные конечные точки при кастрат-резистентном раке простаты, несомненно. Негативное исследование второй фазы ЧАРТ, которое сравнивало кабазитоксел с абиратуроном, с стандартной терапией абиратуроном на фоне продолжающейся андрогенной депривации при децитоксел-резистентном кастрат-рефракторном заболевании, опровергло версию о том, что мы будем интенсивицировать терапию кастрат-резистентного рака путем использования гормона химиотерапии. Возможно, коньюгаты придут нам на помощь при мультирезистентном кастрат-рефракторном раке предстательной железы. В клиническом исследовании первой фазы просит моноклональный антилак высокоспецифичному для рака простаты антигену с цитостатиком, бета-глюкоронидом, показали впечатляющую эффективность после трех-четырех линий терапии. Частота контроля над опухолью 65%, медиана беспрогрессивной выживаемости около 7 месяцев. Будем ждать дальнейшего развития событий в этой области. И мы переходим к опухолям почки. Очень разочаровывают, но не удивляют, окончательные результаты общей выживаемости в рандомизированном исследовании третьей фазы, авилумаба с оксетинибом, который сравнивался с сунетинибом в первой линии терапии при светлоклеточном почечно-клеточном раке в исследовании Явлин-Ринол-101. Это то исследование, о котором уже говорил Дмитрий Александрович. Мы ждали этих результатов по общей выживаемости 2 года. Напомню, что фокусной популяцией этого исследования являлись пациенты с гиперэкспрессией PD-L1 и первичными и конечными точками являлись общая и беспрогрессивная выживаемость именно у пациентов-гиперэкспрессоров. Тем не менее, в финальном анализе общей выживаемости мы не видим значимых различий по данному показателю ни в ЭДТ популяции, ни в популяции пациентов с гиперэкспрессией PD-L1. Более того, подгрупповой анализ исследования Явлин-Ринол-101 показывает, что преимущество общей выживаемости достигло статистической значимости только у больных группы плохого прогноза, а таких пациентов в этом исследовании было чуть больше 140 человек. Все остальные пациенты относились к группам благоприятного и промежуточного прогноза. Надо сказать, что исследователи подтвердили, что при длительных сроках наблюдения комбинация Велумабы с оксетинибом продолжает предоставлять преимущество выживаемости без прогрессирования и в отношении частоты объективного ответа по сравнению с сунетинибом. Хотя меня, так же, как и на первичном докладе результатов этого исследования три года назад неприятно поражает частота полного ответа, которая составляет только 5,7%. На мой взгляд, это мало для иммуно-таргетной комбинации. И мне очень не хватило подгруппового анализа выживаемости без прогрессирования при длительных сроках наблюдения в группах риска АМДС. Через четыре года Неволумаб с Кабазентинибом сохраняют преимущество по сравнению с сунетинибом в первой линии терапии светлоклеточного почечноклеточного рака по данным анализа исследований третьей фазы Чек МЭЙД-9Р. Надо сказать, что очень бойко репортировали авторы, что Кабазентиниб с Неволумабом обеспечивает большую общую выживаемость, чем сунетиниб. Четырехлетние показатели составили 49,40%, соответственно. Однако абсолютное различие медиана общей выживаемости составило только 2,3 месяца. Это то, о чем уже сказал Игорь Рудикович и то, что подчеркнул Дмитрий Александрович. Кривые общей выживаемости сходятся во всех исследованиях иммуно-таргетной терапии, там, где в группе контроля больные получали сунетиниб, и в дальнейшем пациенты из группы контроля постепенно начинали получать на том или ином этапе лечения ингибитороконтрольных точек. Время без лечения до второй линии терапии оказалось значимо больше в группе иммуно-таргетной терапии. Время без токсичности практически не различалось. Очень интересный пост-хок-анализ данных пациентов, которые получали последующее лечение по поводу прогрессирования после завершения терапии согласно протоколу рандомизированного исследования третьей фазы КЛЕР, в котором пациентов рандомизировали на линвотиниб с пембролизумабом или эверолимусом, или в группе контроля получали сунетиниб. После терапии пембролизумабом с линвотинибом по сравнению с сунетинибом прогрессирование при поражении различных органов реализовалось позже, но это ожидаемо, поскольку беспрогрессивная выживаемость была значимо выше в этой подгруппе. Но что показалось мне интересным. Обратите внимание, на старте сумма диаметров таргетных очагов в группах была абсолютно сопоставима и составляла 57 мм. К моменту прогрессирования медиана сумм диаметров таргетных очагов в группе пембролизумаба с линвотинибом была в полтора раза меньше, чем в группе сунетиниба. Более того, это первый анализ, который подтверждает ту гипотезу, о которой неоднократно мы говорили с трибун. После иммуно-онкологических препаратов последующая терапия антиангиагентами имеет большую продолжительность и обеспечивает большую беспрогрессивную выживаемость, чем мы могли бы ожидать согласно регистрационным исследованиям. Посмотрите, после иммуно-таргетной терапии пациенты получали оксетиниб в два раза дольше по сравнению с теми больными, которые перешли на оксетиниб с сунетинибом. И то же самое касается к абазентинибом. 13 против 7 месяцев. На мой взгляд, очень важная находка. Тот вопрос, которым я лично все чаще задаюсь в клинической практике. Если мы будем назначать адювантную иммунотерапию пембролизумабом радикально оперированным больным группой высокого риска при почечно-клеточном раке светлоклеточного строения, что делать дальше? В международном многоцентровом клиническом исследовании было показано, что не отмечено значимых различий беспрогрессивной общей выживаемости при использовании монотерозинкиназных ингибиторов, иммуно-таргетной терапии и двойной иммунотерапии после иммунотерапии пембролизумабом в адювантном режиме. При этом ТКИ обеспечивает большую беспрогрессивную выживаемость в группе хорошего прогноза, а после любых комбинаций, основанных на иммуно-онкологических препаратах, беспрогрессивная выживаемость не зависела от группы риска. Ну и важные находки, которые, в общем-то, ожидаемы, раннее прогрессирование ассоциировано с ухудшением общей выживаемости у больных, получавших пембролизумаб. Но, обратите внимание, это не влияло на беспрогрессивную выживаемость на первой линии терапии. Так что пембролизумаб в адюванте не ограничивает возможности последующего лечения. Следующее ретроспективное исследование поразило мое воображение тем, насколько же мы все-таки ленивы в широкой клинической практике в отношении оценки группы риска до старта первой линии терапии. Исследователям удалось набрать 90 больных, которые получали двойную иммуно-онкологическую комбинацию в группе благоприятного прогноза. Было продемонстрировано, что в группе благоприятного прогноза иммуно-онкологическая комбинация не обеспечивает никаких преимуществ по сравнению с монотерозенкиназными ингибиторами иммуно-таргетной терапией. Более того, субанализ данных популяции этого ретроспективного исследования позволил выделить в группе благоприятного прогноза категорию больных с очень благоприятным прогнозом высокий соматический статус, время до терапии 3 и более года, отсутствие метастазов в головном мозге, печени и костях. В этой субпопуляции пациентов назначение двойной иммуно-терапии значимо снижает частоту объективного ответа, уменьшает время до последующего лечения и снижает общую выживаемость. Поэтому коллеге обязательно нужно все-таки ориентироваться на группу прогноза, размышляя о возможности назначения неволумаба сапелемумабом в первой линии терапии. И мы переходим к исследованию реальной клинической практики в группах промежуточного и плохого прогноза МДС. Исследователи собрали более тысячи больных, которые получали двойную иммуно-терапию и иммуно-таргетную терапию. При этом было продемонстрировано, что иммуно-таргетная терапия по сравнению с неволумабом и эпилемумабом обеспечивает равную общую выживаемость, но увеличивает время до последующего лечения. Надо сказать, что это исследование более лояльно к двойной иммуно-терапии по сравнению с тем исследованием, которое было доложено на АСКО-ДЖИЮ и в прошлом году в прошлогоднем исследовании другой исследовательской группы было продемонстрировано, что иммуно-таргетная терапия и общую выживаемость увеличивает по сравнению с двойной иммуно-терапией. И мы переходим к несветлоклеточному почечно-клеточному раку. В многоцентровом клиническом исследовании удалось проанализировать данные 102 больных с хромофобным диссеминированным почечно-клеточным раком. При этом было продемонстрировано, что использование комбинации теразинкеназных ингибиторов с иммуно-онкологическими препаратами или ингибиторами МТОР обеспечивает преимущество выживаемости как общей выживаемости, так и времени до последующей терапии по сравнению с монотерапией теразинкеназными ингибиторами. При несветлоклеточном почечно-клеточном раке по данным многоцентрового ретроспективного исследования, в которое было включено 214 больных, преимущественно с популярным, и, что меня очень удивило, транслокационным почечно-клеточным раком, обычно все-таки на втором месте во всех исследованиях при несветлой клетке стоит хромофобный рак, отнюдь не транслокационный. Так вот, в этом исследовании было показано, что иммуно-таргетная терапия обеспечивает преимущество частоты объективного ответа без прогрессивной выживаемости и общей выживаемости по сравнению с монотерапией теразинкеназными ингибиторами. Нужна ли циторедуктивная нефрактомия при светлоклеточном почечно-клеточном раке? Это вопрос, который мы обсуждаем много лет, но вроде бы остановились на том, что в группе благоприятного прогноза выполняем, в группе промежуточного прогноза проводим индукционную терапию, определяем ответ и выполняем циторедукцию тем пациентам, которым это необходимо, в группе плохого прогноза не выполняем. Консенсус, конечно, достигнут на основании очень шаткой доказательной базы, но он есть. При несветлоклеточном раке ответов на эти вопросы мы не получили. Было проведено ретроспективное исследование, которое включило 982 пациента, преимущественно папиллярный, хромофобный и медулярный почечно-клеточный рак. При этом циторедуктивная нефрактомия обеспечивала значимое преимущество общей выживаемости по сравнению с отсутствием циторедукции, но циторедуктивная нефрактомия после индукционного лечения обеспечивала наибольший выигрыш выживаемости. Медиан общей выживаемости в этой подгруппе составила 33 месяца. Ну и подтверждающие ранее известные данные результаты этого исследования медулярный неклассифицируемый почечно-клеточный рак ассоциированы с наихудшим прогнозом. Доложены предварительные результаты второй фазы клинических испытаний стереотоксической дистанционной лучевой терапии у больных с олигопрогрессированием почечно-клеточного рака по не более чем трем метастазам на фоне первой линии терапии. Действительно, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда достигнут контроль над всеми опухолевыми очагами, но метастаз в надпочечнике упорно растет и заставляет нас переходить с одной линии терапии на другую. В данном исследовании включившем 27 пациентов частота локального контроля над олигопрогрессирующими метастазами составила 97%, при этом каждый пятый больной сохранял этот локальный контроль в течение 24 месяцев наблюдения. Авторы делают выводы о том, что метод эффективен и позволяет увеличить время первой линии терапии. Уротелиальная карцинома может развиваться в уротелии любых локализаций, но тем не менее уротелиальный рак верхних мочевыводящих путей в отношении своих молекулярно-генетических особенностей отличается от рака мочевого пузыря. В фантастическом исследовании, которое включило образцы более 2900 больных с уротелиальной карциномой, секвенирование нового поколения позволило подтвердить, что для уротелиальной карциномы верхних мочевыводящих путей характерна большая частота слияния FGFR-3, а для нас, клиницистов, это по факту точка приложения FGFR-ингибиторов. Также было выявлено, что при раке лоханки и мочеточника ниже мутационная нагрузка и ниже частота гиперэкспрессии PDL-1, что заставляет думать о том, что иммунотерапия не будет работать при уротелиальной карциноме верхних мочевых путей так же хорошо, как и при раке мочевого пузыря, но при этом MSI, H и MMR чаще регистрируются при опухолях лоханки и мочеточника. Повод для размышления на тему места пембролизума об лечении этих опухолей. Сходное микроокружение опухоли было продемонстрировано в этом исследовании, и я думаю, что это наиболее релевантные данные на данный момент. Меня очень привлекло название исследования, посвященного органа, сохраняющему лечению в кучу и немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря высокого риска и мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря Т2, но по факту предложено выполнять тур криоаблации, проводить иммунохимиотерапию этим пациентам. Когда я вчиталась в абстракт, я выяснила, что профиль безопасности органа, сохраняющего лечение, лучше, чем у цистоктомии, а вот ни одной смерти и прогрессирования пока не было. Просто авторы заявили методику, потому что методии, мелодии витают в облаках, чтобы никто не перехватил по льву первенства. Радикальная нефрожитая рактомия является стандартом лечения всех больных у роталиальной карциномы и верхних мочевых путей high-grade. В ретроспективном исследовании проведено сравнение радикальной нефрожитой рактомии и органа, сохраняющего лечение, которое на данный момент, согласно текущим рекомендациям, допустимо только при раке нижней третьей мочеточника. Получили одинаковые результаты, очень маленькая выборка, но доказательной базы, подводящей итоги под возможностями выбора хирургической тактики поэтому это исследование я также отметила в своем обзоре. Неоадьювантная иммунохимиотерапия с включением авилумаба изучалась в клиническом исследовании второй фазы, двухкагортное исследование, в котором выделяли когорту пациентов без противопоказаний к цисплатину, в которой пациентов рандомизировали на авилумаб с G.C. или ДОУС ДЕНСЕМВАК, и во второй когорте пациенты не могли получать цисплатин по причине наличия противопоказаний больных рандомизировали на пакалитоксел с гемацитабином и авилумаб или авилумаб. В когорте цисплатин подходящих пациентов в подгруппе рандомизированной на ДОУС ДЕНСЕМВАК были получены очень впечатляющие результаты. Бессобытийная трехлетняя выживаемость достигла 79%, а трехлетняя общая выживаемость 85%. Это, конечно, повод для инициации исследования третьей фазы. Во второй когорте были получены очень скромные результаты. На мой взгляд, они неинтересны. Введение цитостатиков в схему лечения не улучшало результатов. Результаты авилумаба, на мой взгляд, были более чем скромными. Еще одно исследование, предпринятое для того, чтобы ответить на вопрос, все-таки неоадьювантная или адьювантная химиотерапия при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря РИЛ-БЛАДА-ТРАЛ проанализировало данные 172 больных. При этом только 36 пациентов получали адьювантную химиотерапию. Неоадьювантная химиотерапия обеспечила преимущество 12-месячной специфической и общей выживаемости. Еще одно исследование в копилочку хирургов, которые должны направлять пациентов к химиотерапевтам, прежде чем брать на операционный стол. Адьювантная иммунотерапия при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря изучалась в трех рандомизированных исследованиях. Амбассадорчик МАИ-274 и МВИГР-011 сравнивали с пембролизумаб, неволумаб, а тезолизумаб с плацебо или наблюдением соответственно. Метаанализ данных исследований подтвердил значимое преимущество специфической выживаемости в группе адьювантной иммунотерапии. Причем статистически значимые различия были достигнуты у пациентов с опухолями мочевого пузыря, получавшими неоадьювантную химиотерапию, независимо от категории Т, если она была выше, чем Т1, и при категории Н1. Меня очень удивило, я сомневаюсь в том, что правильно напечатан в абстракте почему-то при отсутствии экспрессии ПДЛ-1 был достигнут в этом метаанализе значимый прорыв в отношении специфической выживаемости. Все-таки в исследовании пембролизумаба с ПДЛ-1 плюс были позитивные результаты, и в неволумабе тоже там перетягивало доверительные интервалы вправо. Постер, к сожалению, для меня был недоступен, проверить не смогла. Исследование инфортумаба-ведотина с пембролизумабом по сравнению с химиотерапией и ВИ-302 только что докладывал Эдгар Рудикович. Это было позитивное исследование, продемонстрировавшее преимущество иммуноконъюгатной терапии по сравнению с химиотерапией в первой линии лечения метастатического уротелиального рака. Субанализ данных исследований ВИ-302 подтвердил, что как в популяции без противопоказаний к цисплатину, так и в популяции с противопоказаниями к цисплатину иммуноконъюгатная терапия значимо увеличивает частоту объективного ответа, беспрогрессивной выживаемости, общей выживаемости и длительность ответа, достигнутого в процессе лечения. Инфортумаб и датин с пембролизумабом становятся универсальной комбинацией. И тут же опубликован метаанализ данных клинических исследований вторых и третьих фаз по лекарственной терапии первой линии при метастатическом уротелиальном раке. Инфортумаб и датин с пембролизумабом обеспечивал значимое преимущество общей выживаемости по сравнению со всеми комбинациями и монорежимами, которые изучались в первой линии лечения, кроме ДУС, ДЕНСМВАК, что было для меня особо интересно, иммуноконъюгатная терапия увеличивала общую выживаемость и по сравнению с иммунохимиотерапией неволумабом с GC в соответствующем исследовании. И мы переходим к исследованию неволумаба с GC, чекмейт-901. В этом исследовании были пациенты, которые достигали полного ответа. Авторы задались вопросом, кто же имел эти полные ответы. В основном это были пациенты с изолированным поражением лимфоузлов. Следующий вопрос, который поставили перед собой исследователи, это а нужно ли было интенсифицировать терапию у этой категории больных? Среди пациентов с изолированным поражением лимфоузлов неволумаб с химиотерапией значимо увеличивал частоту объективного, полного ответа медиану без прогрессивной выживаемости и обеспечил строгую тенденцию к увеличению общей выживаемости. Да, интенсификация терапии актуальна даже у пациентов с минимальной нагрузкой. Нефрон, сохраняющая комбинированная химиотерапия режимом, который был описан достаточно давно, лет 10 назад, гемацитамин, поклитоксел и адриомицин продемонстрировал умеренную противоопухолевую активность и благоприятный профиль безопасности у пациентов со сверхнизкими значениями скорости клубочковой фильтрации, не подходящих для лечения препаратами платины. Да, режим ГТА обеспечивает частоту объективного ответа 26% при медиане без прогрессивной выживаемости 3,4 месяца, но обратите внимание, в процессе полихимиотерапии у 23% больных появилась возможность получить препараты платины, в данном случае 23% получили цисплатин, потому что в процессе терапии в режиме ГТА повышалось скорость клубочковой фильтрации в среднем на 11 мл в минуту. Авторы предполагают, что ГТА может быть потенциальным мостиком к основанной на препаратах платины химиотерапии для того, чтобы пациенты не остались без лечения. Очередные субанализы исследований Явлин-Влада-100 при наблюдении от 38 месяцев подтвердили, что авилумаб по сравнению с наилучшей поддерживающей терапией после химиотерапии у больных, достигших контроля над опухолью, обеспечивают преимущество общей выживаемости и беспрогрессивной выживаемости у пациентов с малой метастатической нагрузкой, а также преимущество беспрогрессивной выживаемости у пациентов с вариантной гистологией. Таких больных было очень немного, но тем не менее они были. Интересно Всегда получить ответ на вопрос, а при вариантной гистологии иммунотерапия работает Был проведен ретроспективный анализ данных более 1500 пациентов При этом было продемонстрировано, что эффективность иммуноонкологических препаратов При чистой уротериальной карциномии и уротериальной карциномии с вариантной гистологией Одинаково можем использовать ХЕР-2 – мишень для терапии мультирезистентной уротериальной карциномы Наконец, мы получаем доказательную базу тому, что мы используем в своей клинической практике Для персонифицированного подхода к лечению мультирезистентных уротериальных карцином В исследовании Destiny Pantium 2 был 41 больной метастатической уротериальной карциномой Тяжело предлеченные пациенты с гиперэкспрессией ХЕР-2 При этом частота контроля над опухолью при использовании тростозумаба составила 71% При медиане без прогрессивной общей выживаемости 7 и 13 месяцев Что меня смучило в этом исследовании Дискорданс центрального пересмотра и локальной лаборатории В отношении оценки экспрессии ХЕР-2 составил 52% 50 на 50, монетку можно было подкинуть И не могла обойти своим вниманием аденокарциному урахуса Я думаю, что все вы рано или поздно сталкиваетесь в своей клинической практике С аденокарциномой урахуса, которую неизвестно, как нужно лечить Многие из нас уже начали использовать режимы, разработанные для лечения колоректального рака И мелодии витают в облаках Кажется, я сегодня это уже говорила Модифицированный режим фолфериноксу 21 больного, вошедшего в клиническое исследование второй фазы Обеспечил частоту объективного ответа 62% И медиану без прогрессивной общей выживаемости 9 и 19,7 месяца Это очень хорошие результаты для аденокарциномы урахуса Но надо сказать, что онкоурологическая часть АСКО-2024 Это передышка после потрясающих результатов позитивных третьих фаз О которых говорил Эдгар Рудикович Ни одного исследования, которое могло бы изменить клиническую практику, не доложено Но некоторые данные заставляют задуматься Так же, как я всегда задумываюсь о вреде наркотиков Когда вижу вот эту прекрасную скульптуру в Мадриде Называется она «Авиатор», если кто-то не знает Рак почки Иммуно-таргетная терапия светлоклеточного почечноклеточного рака Подтверждает позитивное влияние на беспрогрессивную выживаемость И обеспечивает лучшие условия для последующих линий лечения Это несомненно Складывается впечатление, что последующее применение иммуно-онкологических препаратов В группах контроля нивелирует вклад иммуно-онкологического препарата В первой линии лечения, в группе лечения В общую выживаемость при увеличивающихся сроках наблюдения за выжившими Все-таки, наверное, нам нужно смотреть за беспрогрессивной выживаемостью Больным группа благоприятного, а особенно очень благоприятного прогноза Не показана двойная иммунотерапия Уже не первые исследования реальной клинической практики Генерируют гипотезу о преимуществах иммуно-таргетной терапии По сравнению с двойной иммунотерапией При промежуточном и плохом прогнозе Нам нужно рандомизированное исследование Но его, наверное, никогда не будет Авилумаб с эксетенибом Под вопросом показания к применению Не только в группе благоприятного, но и промежуточного прогноза Где субанализ беспрогрессивной выживаемости При длительных сроках наблюдения Хотела бы я спросить у авторов Адювантная иммунотерапия пембролизумабом При несветлоклеточном почечно-клеточном раке Белые начинают и выигрывают Применяем иммунотерапию И, наконец, при несветлоклеточном почечно-клеточном раке Циторедуктивная нефрактомия оправдана Но лучше начинать с индукции При раке простаты пополнилась доказательная база Эффективности и безопасности 177-го лютеция И мы не будем использовать пока Гормонохимиотерапию При костротрезистентном раке простаты Метастатический уротелиальный рак Инфертумаб-фидатин с пембролизумабом Лучшая и, главное, универсальная опция Первой линии терапии В том числе по сравнению с химиотерапией Иммунохимиотерапией Но нам нужен доступ к препаратам Нам очень нужен доступ к препаратам ГТА Возможность комбинированной химиотерапии У пациентов с экстремально низкой СКФ Я в себе взяла на карандаш Авилумаб-универсальный метод поддерживающий терапию Тростозумаб-отличная опция для терапии ХЕР-2-позитивных мультирезистентных уротелиальных карцином Людмила Григорьевна, сколько лет мы его используем При ХЕР-2-позитивных метастатических уротелиальных карциномах? 20 или 22? 15? Извините Адена карцинома урахуса Фолфоринокс в модифицированном режиме К нашим услугам Я благодарю вас за внимание и терпение Если есть вопросы, я могу попробовать на них ответить Продолжение следует...